Грядущий 2016 год готовит сразу два ключевых политических события для края страны. Это выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Края. Они пройдут в единый день голосования 18 сентября. В Государственную Думу гражданам страны предстоит выбрать 450 депутатов. Что касается выборов в Заксобрание, то туда должны пройти 52 депутата. Что касается событий экономических, то одним из главных для края традиционно станет Красноярский экономический форум. Его проведут с 18 по 20 февраля. Ведущие эксперты из России и других стран обсудят стратегию социально-экономического развития края до 2030 года, а также как привлечь в Сибирь больше инвестиций и укрепить политику импортозамещения. В наступающем году Красноярск ждет большая стройка. По всему городу начнут возводить и реконструировать объекты зимней универсиады 2019-го. В их числе Академия зимних видов спорта. В ее состав войдут 10 самостоятельных сооружений. Их начнут строить уже в первой половине грядущего года. По итогу Академия включит в себя трассы для хавпайпа, фристайла, лыжные трассы, а также бассейны, спортивные залы. Также в 2016-м начнется строительство Платинум-арены на правобережье и деревне универсиады. Кроме того, специалисты начнут реконструкцию Дворца спорта имени Ивана Ирыгина. С 1 июля по 15 августа пройдет Всероссийская сельхозперепись. Специалисты Росстата уже начали подготовку переписчиков. Они подсчитают все подворья, фермы, агропредприятия и даже дачи. В переписи подлежат поголовье скота, посевные площади и сами посевные культуры и их урожай. На труднодоступных территориях перепись проведут с 15 сентября по 15 ноября. В грядущем году в Крае откроются сразу два перинатальных центра – Вачинске и Норильске. Общая стоимость объектов около 5 миллиардов рублей. Их сдадут к концу 2016-го. Ачинский центр сможет обслуживать одновременно 120 пациентов, Норильске – 110. Кроме того, в Красноярске уже завершается строительство поликлиники краевого онкоцентра. Она рассчитана на 650 посещений в смену. Май станет знаковым месяцем для поклонников хоккея с шайбой. С 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге пройдет чемпионат мира. Уже 80-е мировое первенство по этому виду спорта. Кстати, наша страна принимает его уже третий раз. На лед спортивных дворцов двух российских столиц выйдет 30 команд из Европы. Две из Северной Америки и одна из Азии. Еще одним важным спортивным событием станут летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Они пройдут с 5 по 21 августа. В расширенном списке сборной России сейчас 40 человек. Планируется, что 10 из них будут представители Красноярского края. В Министерстве спорта рассказали, сейчас идет активная подготовка к играм. Большие надежды специалисты возлагают на Краевую академию борьбы, Академию летних видов спорта и красноярских рэгбистов из Енисея СТМ и Красного Яра. Возможными кандидатами на поездку в Бразилию стали семикратная чемпионка европейских игр в Баку Алена Апенышева и триатлонисты братья Полянские. Одним из самых ярких культурных событий станет пятый фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем в 2016 году у него появится единое пространство – парк АТФ. Он объединит в себе площадь мира, Краевую филармонию и площадку на острове Татышев. Ключевой нитью фестиваля станет симфония номер 9 «Ода к радости» Людвига ван Бетховена. Уже известно, что в Красноярск приедут коллективы из Мексики, Аргентины, Чили, США, Кореи и Китая. И, наконец, в 2016 в России объявлен Годом кино. Одним из ключевых мероприятий года станет Всероссийская акция «Ночь российского кино», в рамках которой в Красноярске пройдут уличные кинопоказы, встречи с режиссерами, выставки. Красноярский кинематограф готовит к открытию музей ретро-кинотехники, а в крае намечены масштабные кинофестивали. Кстати, Год кино станет юбилейным для многих культовых советских фильмов. Например, «Кавказской пленнице» исполнится 50, а «Джентльмены удачи» отпразднуют 45-й день рождения. А вот главный новогодний фильм в России «Ирония судьбы» был юбиляром в уходящем году. В 2016 ему исполнится 41. Александр Ловицкий, Новости.